Тема сегодняшнего видео – трубное бесплодие и подходы фитотерапии. Достаточно частой причиной возникновения трубного бесплодия является нарушение функционирования маточных труб. Практически основная задача фитотерапевта в этом случае – это побороть воспалительные изменения в маточных трубах. Воспаление всегда начинается с повреждающего фактора. Это либо инфекционный агент, либо операции в малом тазу и их последствия. Понимаете, в итоге не важно, что спровоцировало воспаление, какая причина воспаления. Важно решить сложную задачу, как это воспаление убрать. К сожалению, почему организм так устроен, что воспалительные процессы не могут быть окончательно вылечены, ответа пока нет. Также мне с позиции биологического смысла не очень понятно, что мешает организму полностью и на 100% подавить воспаление. Ну, впрочем, в сторону лирику давайте обсудим, что можно принимать из фитотерапии при трубном бесплодии. Меня зовут Александр Зимин. Я являюсь доктором натуропатии и представляю Россию во Всемирной Натуропатической Ассоциации. В рамках своей деятельности я пытаюсь найти научно обоснованные методы натуропатии. Итак, по поводу причин воспаления, особо подчеркну, что беспорядочные половые связи, частая смена половых партнеров, все это усугубляет воспалительные процессы в малом тазу, является фактором риска и почвой для возникновения осложнений. Поэтому за моралью всегда стоят зачастую вполне себе четкие и обоснованные физиологические процессы, которые нельзя не учитывать. Какая же тактика фитотерапии? Первое. Травы с противовоспалительным действием. Второй пункт. Смена состав трав каждые две недели. Это связано с тем, что необходимо преодолеть адаптацию организма к травам. И третье. Курс фитотерапии от одного года до двух лет. Причем лечение должно быть обоих партнеров. Четвертый пункт. Все возможные пути введения фитопрепаратов, которые только есть. Это как свечи, так и микроклизмы. Это испринцевание. То есть все возможные подходы. Это, конечно, прием внутрь сборов и страв. Нельзя не отметить моровую матку артилия секунда. Это целое наводнение из статей по поводу ее эффектов. Однако, почему именно эта трава получила такой взрывной характер популярности? Существует немало и других трав с примерно похожим спектром действия. Остается только уповать на то, что собирать артилию достаточно сложно. И не будет нанесен вред существованию этой травы. Мое личное мнение, что в качестве одной травы боровая матка – это не самый лучший вариант. Лучше ее комбинировать с другими травами. Например, с бедринцем камнеломковым или зимолюбкой. Вообще, я вынужден отойти в сторону от основного переставания. Ведь работа фитотерапевта состоит в подборе правильной и, главное, эффективной комбинации трав. Эта эффективность определяется на приеме после 2-3 недель использования и в соответствии с полученными анализами. Поэтому для меня очень условно существование какого-то одного исключительного сбора для каждого заболевания. Все должно подбираться индивидуально. Следующие обязательные группы трав – это иммуномодуляторы, такие как вайда красильная, алоэ для внутримышечных инъекций, антрографис, кошачий коготь и целый спектр другой группы трав. Также возможно использовать эти травы в виде свечей. Следующее направление – растения с адаптогенными свойствами. А это совершенно обязательно, так как они повышают защитные функции, в том числе и в отношении организма подавлять воспалительные реакции. Следующий важный пункт – использование герудотерапии вместе с травами при спаечных процессах. Иногда недостаточно одних лишь трав. Дело в том, что неприятным финалом всех воспалительных процессов является образование фиброзной ткани. Организм как бы решает, ну что же, поставлю я некую заплатку поврежденной ткани и соединительной ткани, спайку. Другими словами, ну и так сойдет, это как бы некая защитная реакция организма. Но ведь архиплохо, а маточная труба не может нормально из-за этого сокращаться, что и, собственно, приводит к бесплодию. Конечно, кроме трав нужны дополнительные воздействия. Например, герудотерапия, которая улучшает кровоснабжение, способствует рассасыванию соединительной ткани, улучшает питание тканей организма. Следующий важный фактор, важно использовать грязи лечения, особенно сульфидные иловые грязи. Это неудивительно, серосодержащие вещества это мощнейшие противовоспалительные агенты и в дальнейшем я расскажу о препаратах серы больше. Есть также серы в виде биологически активных добавок. Особенно важна вулканическая сера, она более высокоактивна. В общем, это большая тема для интересного и долгого разговора. Следующий фактор, это использование микроклизм с ферментными препаратами при спайках. Если имеется спайчный процесс, то в микроклизмы с противовоспалительными травмами очень важно добавлять ферментные препараты, которые приводят к рассасыванию фиброзной ткани. Лидаза – это ферментный препарат, выделенный из семенников крупного рогатого скота. Она расщепляет основной компонент межуточного вещества соединительной ткани, гиалуроновую кислоту, уменьшает ее вязкость, повышает тканевую сосудистую проницаемость, облегчает движение жидкости в межтканевом пространстве. Как раз это помогает с двух позиций. Первая позиция – компонентные растения попадают лучше тканям и лучше к этой фиброзной ткани. Второй пункт – рассасываются спайчные процессы гораздо лучше. Итак, надеюсь, сегодня была интересная информация. Оставляйте несколько комментариев под видео. А как вы считаете? Или может быть у вас есть свой личный опыт преодоления трудного бесплодия? Делитесь видео в социальных сетях. Важно распространять ценную информацию и делиться с ней другими. Чтобы быть в курсе, подпишитесь на канал. Также по возможности оцените видео лайком. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!